Открывая собрание, советник президента Владимир Зантари отметил, что сегодня в Абхазии сложилась напряженная общественно-политическая обстановка. Он отметил, что преодоление существующих политических разногласий возможно только путем конструктивного диалога между властью и оппозицией. По словам Владимира Зантари, требования оппозиции об отставке президента Рауля Хаджинба не имеют никаких оснований. Существуют реальные достижения в социально-экономической сфере, в сфере туризма и других областях, не заметить которые невозможно. В числе острых вопросов, тревожащих общество, Владимир Зантари назвал коррупцию сложную криминогенную обстановку. При этом он отметил, что государство не уклоняется от решения этих проблем. Усилия, предпринимаемые президентом, парламентом, правительством в этом направлении, дают основания предполагать, что борьба с преступностью будет ужесточаться. Много надежд мы связываем с предстоящей встречей президента Абхазии Рауля Хаджинба с президентом России Владимиром Путиным. Думаю, нет сомнений в том, что эта встреча придаст новый импульс к предварению в жизнь основополагающих положений договора о союзничестве и стратегическом партнерстве и ряду других двусторонних международных соглашений. Мир, стабильность и единство народа важнее любых личных интересов и амбиций. Перед участниками собрания выступил президент Абхазии. Рауль Хаджинба отметил, что утверждение оппозиции об упадке экономики страны не соответствует действительности. И обратил особое внимание присутствующих на то, что сегодня государство развивается, используя собственные бюджетные средства. Мир, стабильность и единство народа. Мир, стабильность и единство народа. При этом сомнении и единство народа. Немного неизвестен, но и для всех людей. Продолжение следует... Также Рауль Хаджин бы определил круг тем, которые планируют обсудить с Владимиром Путиным в Москве. В частности, они касаются вопроса функционирования дороги, электроснабжения, а также кредитных долгов. Продолжение следует... Президент за время исполнения своих полномочий ни разу не нарушил Конституцию и Законы страны, отметил в своем выступлении депутат парламента Тимур Гулия. Он также подчеркнул, что для поддержания правопорядка и обеспечения безопасности граждан необходимо объединить общество. Я не раз говорил, повторяю сейчас, мы живем в неспокойном мире, в мире, в котором постоянно возникают новые угрозы. Но благодаря нашему президенту нам удалось обезопасить себя от внешних угроз посредством подписания важных международных договоров с Российской Федерацией. В результате чего мы получили уникальный шанс не отвлекаться на внешние вызовы, заняться решением своих внутренних проблем. Нам необходимо объединить наше общество и навести порядок у себя в доме, выстроить экономику, начать серьезную борьбу с наркоманией и навести, наконец, порядок на дорогах. Для этого нам нужно каждому на своем месте, от простого гражданина до президента, делать свое дело и при этом помнить, что мы строим государство не только для себя, но и для будущих наших детей и внуков. Своё мнение по поводу сложившейся общественно-политической ситуации в стране выразили ветераны Отечественной войны народа Абхазии, общественные деятели, ученые. По их словам, требования оппозиции безосновательны.